привет вас в аргентине президентом теперь будет либертарианец круто ну поймите правильно аргентина такая немножко интересная страна я понимаю в этом никогда не были вот можно слышать слово перрон а и виду фильм фильм не она действительно была абсолютно реальный персонаж дроги ваша бездарный но все смотрите так случилось что аргентина свое время была чертовски богатой страны нет серьезно благодаря да 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 благодаря олигархам аргентинскими но мать и там как-то моду пошли социалистический день и там действительно длительное время витала цели социалист социализм да да и убили убили экономику аргентин еще будет 2003 или 2002 точно не помню бибила дефолт в результате в прекратил любое финансирование и вот на сегодняшний момент если кто-то смотрит когда таблички страны которые находятся в состоянии дефолта помогите на первом месте там есть еще куча африканских азиатских стран название которого вообще ничего не говорят но там-то ладно типа маловина вы малови знаете что такое это есть такая страна аргентин а вроде бы как бы известно да да вы знаете футбол да нет футболиста возможно слышали что там есть украинская диаспора она очень маленькая сразу она украинская как сказать лучше не вспоминать ну понимаете во первых она как собаки гавкается между собой а вторых русская немецкая там возможно слышали что свое время довольно много фашистов с германии спрятались в аргентине некоторые считают что там борман умер спрятался и дожил до конца сегодня возможно но сейчас говорю что аргентине вот этот зараза социализм она та же сам митин и крики плохо все ура 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 вот там действительно майдан ой сколько там их было чем это закончилось 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 с тем что аргентинской олигархии потеряли довольно много очень и стране довольно паршивая ситуация ну вот сейчас власти пришел либертариат то есть официальный который ну понимаете это тоже пример того если вы захотите стать президентом что от меня ура без крик с трусов все выпрыгают с трусов ай как классно налогов не будет знаете знаете да 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 вот вы такие самые правда тут же сказал что и отменяем бесплатное образование в школе тоже института там давно платная отменяем пенсии да и через все ну типа придаются как свои а отменяем национальную валюту то что вы тоже кипятком сынте когда вы кипятком дураки 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 полный идиот обращаю внимание что в истории мира были такие случаи эквадор объявил этом ну и что доллар уже нет и в конечном итоге вообще целый ряд странная действительно такую фуфло делали вот мы расчеты в доллары мало кто вас помнит а я хорошо помню в начале когда появилась украина у нас тоже были доллары в качестве расчет валютный магазин забыли забыли не приходите в магазин там всегда были такие классные товары в украине то проблема была с товарами а там все было но расчеты только в долларах ну то же самое ну долларов то мало был и цены в долларах ой высокие понимаете перейти ну скажем отменить свою национальную валюту и сказать давайте рассчитываться в долларах сказать можно это дурачёвый идиот кретины бибилы а другие бибилы повторяя это невозможно уже долго надо где-то брать а их нет а если вас нету денег то как как ну вы что хотите сказать что теперь работодатели в аргентине будет платить зарплату в долларах не ходи не возьми ну и же надо где-то взять а в банке не центр банк от меня тоже такой центр банк от меня меня давайте давайте какая ситуация вот действительно классический пример выбора показалось насколько тупые глупые люди не только украины тупые до 3 достаточно какие-то глупые лозунги люди а ура 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 и то обстоятельства что сейчас арентина просто погрязнет колоссальным кто бы так кризис ну что у них где-то последние 20 лет это сплошной кризис за ли парками создали проблемы и проблема полоса нет или как они страны основой экономики это крупный бизнес это а если постоянно вот эти ну там же было и земельные реформы отбирали землю в олигархов раздавали фермер фермеры пьянствовали обрабатывать не хотели и просто тебя убили и сейчас еще как бы такой нет другой стороны это тоже хорошо эксперимент увидите скорее всего классе придут военные вообще в аргентине были случаи когда классе приходили военные наводили порядок и тогда все хорошо скорее всего так оно и будет давайте а вот сейчас просто страну бросают в хаос колоссальных где фактически так понимаю будет гиперинфляция там и были там были моменты когда инфляция была 20 30 тысяч процент тысяч часть будет то же самое плюс ко всему были голодные бунты и митинги мы все это был так что все это действительно будет но чертую люди обожают идиота и чем глупее лозунг тем больше и это нравится так как видите вот эксперимент сейчас посматриваем да вот так как всегда когда человек говорит что то умное кто что изберет да трамп поздравил поздравить вообще смешно и трамп тоже любит такое дура понимаешь что ситуация ухудшится нет конечно ты понимаешь что будут классы военные зачистят и так дальше все это будет но такая вот ситуация но вы можете опять кричать что налоги плохо что все надо нет надо чтоб а и гривна плохо рубль плохо надо доллары давайте 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 понимаете насколько глупо вы смотритесь нет а я тебе скажу если вы хотите вот варентин варентин уезжайте уезжайте сюда страну нищеты и перинфляции беспредела бардака и хаоса ну зато налоги платить не будет классно все друзья внимание да не забывайте слайд спонсор моего канала подписываться в комментарии пока витаю вас ну и если смотрите мой канал значит что-то зацикавило тому я пропоную вам стать спонсором моего канала заходите на титульную стринку моего канала тисните кнопочку спонсорство и два пакета для спонсоров дешевше не буває и клуб экономичной мудрости дешевше не буває це перш за все для тих спонсоров які хочуть подивитись премьерний показ есклюзивного відео поспілкуватись позадавати запитання під час стриму и отримати відповідь клуб экономичной мудрости ну це вже якщо ви хочете зайнятись бізнесом и не розоритись інвестувати гроші не лише в Україні а й за кордоном і як це зробити правильно щоб був прибуток ну і податки правильно сплатити ну саме основне клуб экономичной мудрости це про економіку але настільки простими словами що навіть якщо ви не економіст розумієте так що ставайте спонсором не по жорку відео